Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с шедевром Рязанского художественного музея. И сегодня у нас скульптурный портрет буревестника революции Алексея Максимовича Горького. Добрый день, дорогие друзья! 1930-е годы – это время значительных монументальных произведений в скульптуре. Для памятника Алексею Максимовичу Горькому в Москве скульптор Иван Дмитриевич Шатр вылепил скульптурный портрет писателя. Мастер встречался с художником слова и свои впечатления притворил в таком значительном, емком, поэтическом, пластическом образе. Необычное положение Лео Вауса обращает на себя внимание, напоминающее очертания крыла буревестника. И, конечно, многие из нас вспомнят знаменитую песню о буревестнике Горького. Мы учили ее наизусть. Между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнией подобной. Скульптур Шатр вспоминал. В этом старце угадываешь внутренний огонь, способный зажечь миллионы сердец. Великое богатство мыслей и чувств в этом человеке. Но нет в нем ни усталости, ни равнодушия. Скульптора не стало в 1941 году, и работу над памятником закончила Вера Мухина спустя 10 лет, в 1951 году. Дорогие друзья, узнать о истории создания скульптурного портрета Алексея Максимовича Горького, а также об историях других шедевров Рязанского художественного музея, вы можете на сайте информационного агентства 7info.ru, в наших группах в социальных сетях, а также в группе Рязанского художественного музея. Но самое главное, не забывайте, что путь к картинам лежит лично в посещении этого прекрасного исторического места. Продолжение следует...